Всем добро пожаловать! Я хочу всех поблагодарить за проделанный путь для того, чтобы быть здесь, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Джейсон только что упомянул, что многие приехали издалека. Я бы хотел узнать, откуда вы приехали. Я вижу уже знакомые Лиди в центральной части Австралии. Прекрасно. Так, кто еще? Спасибо большое, что вы приехали. Берл. Правда? Прекрасно. Южное... Высокогорье. Кембра. Я там жил 7 лет с половиной. Да. Прекрасно. Я жил в Даффи. Я жил в Гилморе. Кембра. Прекраснейшее место. Оно очень красивое. Оно около побережья и в то же время в горах. И жизнь там фантастическая, особенно что касается экологии и социальной жизни. Но кроме этого, природа поражает воображение. Пожалуйста, где? Голден. А, многие приехали из южной части. Я просто еще раз хочу поблагодарить вас. Я очень много путешествовал. Я понимаю, на самом деле, сколько усилий необходимо, чтобы присутствовать здесь. Поэтому еще раз всем спасибо. Я на самом деле ценю это. Так, сегодня я хотел бы рассказать вам о моем жизненном опыте и знаниях и мудрости, которые я получил благодаря всем этим жизненным переживаниям. Они отличаются от всего обычного, к чему мы привыкли, так как наша повседневная жизнь – это серия этих экстраординарных событий на самом деле. На самом деле они выходят за рамки разумных. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы пропустить через меня все это и дойти до того момента, когда я смогу выразить все это вербально доступным путем. Потому что мне пришлось столкнуться со многими проблемами, на меня воздействовали умственно, психически, и духовно, и физически. Это было очень сложным периодом моей жизни. Глубоко в душе я осознавал, что все эти события происходят не просто так. Есть какая-то причина. Как я уже говорил, что мне понадобилось много времени, чтобы смириться со всем этим. И это примирение, главным образом, привело меня к внутреннему умиротворению. На самом деле я себя чувствую счастливым, радостным и спокойным. Несмотря на ужасную природу этих опытов, я на самом деле благодарен, что они имели место, как бы странно это ни звучало. Я также хочу поблагодарить всех существ, которые проводили опыты надо мной, потому что я знаю, что я не стал бы тем, кем я являюсь на данный момент. Если бы я не пережил это, я бы не имел то видение жизни, которым я обладаю сейчас. Также дает мне в каком-то смысле авторитет или власть в хорошем смысле этого слова, естественно, встать и сказать всем, «Эй, вы знаете, вот что я открыл о происходящем вокруг нас». Поэтому все, что я буду говорить сегодня, вас не обязывает принимать все, что я говорю, потому что я уважаю путь каждого из вас. Поэтому я прошу вас взять на заметку все, что вы услышите. По большей части это будут мои утверждения. Так, это происходит. Но большинство из моих уроков и контактов с существами за пределами этой матрицы и даже космической матрицы, внутри которой мы находимся, существует во Вселенной определенный порядок вещей. Почему все это происходит? Потому что... Что такое правда? Я дам вам мое определение, что такое правда. Для меня правда это просто способ существования вещей. Просто, не правда ли? Люди обычно начинают думываться в техническую подоплеку вещей, усложняют вещи. Люди часто говорят, «Но вся правда относительна». Я с вами этим тоже поделюсь. Не все ли присутствующие здесь и все наши аспекты, которые воплотились на Матушке-Земле сегодня и взаимодействуют в данный момент? Не объединяет ли нас все это? Итак, значит, это относительная правда или это общепринятый факт? Факт, что вы пришли на Матушку-Землю, и факт, что Земля вращается вокруг Солнца. Это относительная правда или общепринятый факт? Видите, это общепринятые факты. Универсальная правда. Но люди утверждают, что правда относительна, и все это сводится к индивидуальному восприятию. Они любят это делать, потому что это никогда не позволяет нам по-настоящему осознать что-либо существенное в жизни. Если мы будем плыть по течению неопределенности и неточности, если вы правильно почувствуете и активируете свою внутреннюю силу Духа и свой внутренний храм, ваш дворец, ваш храм Соломона внутри вас, тогда вам нужно будет быть твердыми, настойчивыми, обладать внутренней силой. Вы должны иметь иррациональное зерно, а не просто плыть по течению неопределенности. Все, что я сегодня вам приготовил, будет неким освобождением от ограничений, может быть, шокирующим. Я полностью понимаю и принимаю это. Я всю свою жизнь этим занимался и до сих пор это делаю. Это путешествие продолжается. Началось все это в 2003 году, потому что для меня это был самый значительный опыт в моей жизни, который был очень глубоким и послужил толчком к движению. Он был очень запоминающимся, очень глубоким. Мне пришлось путешествовать вверх через измерение Вселенной. Я дам вам весь расклад. На самом деле, это очень глубокое знание. Я уверен, есть люди, которые скажут, «Да с кем ты себя возобнил?» Есть ли у тебя право совершить этот путь? Как это у меня этого нет? Такие реакции имеют место. Часто я не говорю, что вы так думаете. Но часто я слышу такие фразы, к сожалению. Поэтому любые жизненные переживания имеют причину в нас самих же, и мы их выбрали. И во время этого пути появляется чувство долга и ответственности, что все, что я пережил, было не просто так. И то же самое, я уверен, что происходит с вами. Все, что случается с вами, заранее предначертано. Ничего не происходит просто так, что бы то ни было. Помните теорию о хаосе? Есть цель и причина всего, что происходит в нашей жизни. Все, что существует в нашей Вселенной. Потому что в этой Вселенной все создано по образу. Все. За обыденностью и логичностью нашей повседневной жизни стоит величие сознательного и духовного процесса. Даже если вы посмотрите на абстрактную картину на стене, вы скажете, что это просто хаос. Нет. На самом деле это было создано по образу. Просто различный уровень нашего и авторского сознания не позволяет постичь всю глубину творческого создания. Поэтому мы списываем эту работу как хаотичную. У нас нет возможности постичь глубину этой работы на том уровне осознания. Тогда надо просто убрать это с дороги. Они не могут признать этого. Это проблема эго. Так, в 2003 году меня посетили существа, которых я считаю моей галактической семьей. На самом деле мы все инопланетяне. И я об этом не раз буду упоминать. Вы поймете это лучше позже. Это утверждение станет для вас ясным позже в течение семинара. Они посетили меня в первый раз. Я, наверное, вспомнил, кем я являлся. Мы слышим много историй, как люди имели контакты с представителями планетного разума. Они чувствуют любовь, видят свет, и потом появляются инопланетяне, говорят, «О, ты наша потерянная сестра или брат, и мы твоя семья из определенной планетарной системы». Я тоже прошел через это, но я не почувствовал, что они являлись моими настоящими родственниками. Что-то было не так в этом процессе. Когда прилетела моя настоящая галактическая семья, я сразу понял, что это они. Это было как знание. Как если бы моя жена Синтия зашла в комнату. Когда она входит в комнату, ничего странного не происходит. Например, когда ваш брат или сестра входят в комнату, вам не нужно задумываться, кто это есть. Вы уже знаете, кто они. Это очень просто, не правда ли? Это просто и обыденно. Такой волшебный знак. Очень успокаивающий знак. Поэтому необходимо принять это во внимание. И так они позадили меня на космический корабль, который должен был меня доставить на главный их космический корабль звездной системы Сириус. И все это путешествие было достаточно забавным, так как я сидел на скамейке. Двое моих друзей впереди, и вся реальность как бы улетала сзади меня. Как знаете, в тех знакомых научно-фантастических фильмах. И даже попробовал вытащить руку за пределы корабля, чтобы почувствовать поток. Так как мы летели с огромной скоростью, я ощутил покалывание, которое-то зажалось даже после того, как я вытащил обратно мою руку. Это было интересно. Эти моменты особенно запомнились. Я четко помню все, что происходило тогда. И когда мы пересели на тот главный большой корабль, я помню это воссоединение. Это было по-настоящему фантастично. И когда мы подошли к моменту, к которому меня готовили, я встретился с сущностью, с которой я долгое время не виделся. И я почувствовал, что он был как брат мне. Мы были оба с Сириусом, и он был моим братом. Это красивейшее существо. И другие существа Сириуса, он по-другому себя выражал. Они вели себя по-другому, хотя носили они длинные одежды, бежево-коричневых тонов. Корабль был достаточно однотонным и блеклым. И я пытался запомнить все детали. И первое, что ты делаешь, это обнаруживаешь корабль очень быстро и собираешься понять, что ты будешь делать в тот момент своим сознанием. Потому что корабли эти были созданы намерением, а не с помощью болтов и гайки. Причина, по которой я делал это, потому что мое эго, Джордж, не было слишком стимулировано. Очень важной точкой концентрации был мой опыт, который я собирался пережить во Вселенной. Поэтому это было особенно значимо. И перед тем, как пойти дальше, я немного отойду от темы разговора и хочу показать вам несколько изображений. Мы все сейчас находимся на этой стадии пути, когда мы осознали, что происходит что-то необычное в данный момент. И мы понимаем, что наши сердца кричат о помощи. Я встречаю это повсюду на планете. Наши сердца хотят узнать правду о реальности, потому что мы были воспитаны в нашей индивидуальной культурной среде, чтобы воспринимать жизнь определенным образом. Если бы вы выросли в отличной от австралийских реалий среде, и у вас были другие воздействия через культурное программирование, через духовное воздействие, через традиции и обычаи. Поэтому нас воспитывали, чтобы видеть жизнь в определенной перспективе, в зависимости от планетарной системы вашего рождения. И я слышу этот крик сердца повсюду в мире, потому что программирование имеет ментальную природу, и оно воздействует на нас умственно, эмоционально, физически и духовно. И я с уверенностью это утверждаю, так как я сам прошел через этот путь. Поэтому я слышу сердца, желающие правды, жаждущие вырваться за пределы ментального воздействия на этой планете в данный период. И мы чувствуем, что что-то происходит, даже в разговоре с прекрасным джентльменом из поселений Центрального побережья, где мы проводили экспедицию по изучению египетских вируглиев. Он имеет тесную связь с природой, чувствует сигналы, знаки, которые природа ему посылает. Вещи меняются даже в природном царстве, поэтому люди, которые слышат природу, имеют чувства. Это не только человеческая раса меняется, но и окружающая среда тоже. Поэтому вопросы, которые я начал задавать, я знаю, что я немного ухожу от темы моего путешествия в Вселенную, но то, о чем я говорю сейчас, будет предисловием к тому рассказу. Мы к нему вернемся еще. Итак, я спросил, почему мы выбрали воплотиться на Матушке Земле сейчас? Почему эта планета и почему сейчас? И именно эти вопросы я вас тоже прошу начинать задавать себе. Почему я здесь? Почему я выбрал этот определенный момент для воплощения на этой планете? Именно этот ваш аспект. Почему вы не воплотились где-то в другом месте? Почему именно вот ваш аспект не воплотился где-нибудь еще? Почему на Матушке Земле? Вот эти вопросы стоит начинать задавать себе во время ваших медитаций, созерцаний, когда угодно. Потому что мы все слышали о календаре Майя, и мы все чувствуем, что для Матушки Земли что-то приготовлено значительное, что-то происходит. Тот самый великий переход, который был описан в медических писаниях, в культурах ацтеков, майя, египтян. Мы знаем, что это описано во многих культурах. Если вы проведете исследование этой темы, вы убедитесь сами, что что-то должно произойти в глобальном масштабе. И вот почему эта картина здесь, потому что мое понимание, что Матушка Земля даст рождение новой расы, которая никогда ранее не существовала во Вселенной, новой жизни. Это мое понимание. Это не просто понимание, но на самом деле это знание. Это также знание о том, кто есть наша Матушка Земля. Почему мы называем ее Мать Земля? Почему все народности мира называют ее Матерью Землей? Просто потому, что все эти люди знают, что она женщина. И это дает понять, что каждая планета имеет свое сознание и индивидуальность. Каждая звезда имеет свое сознание и индивидуальность. Каждое дерево, каждый камень, все в этой жизни имеет сознание. Также есть коллективное сознание, например, ваши группы. Все эти планеты и звезды имеют индивидуальность. Итак, кто же эта планета, на которой мы воплотились? Кто она? И она выражается многочисленными способами. Это одно из них, как балерина. Она великолепна. Она дает нам послания и проявляется повсюду. И вот еще одна концепция Матушка Земля, дающая рождение. Эта идея и есть в пониманиях многих народов. Это фото здесь привлекло мое внимание. Я не просил кого-то специально рисовать их. Это создали люди, которые внутри себя знают, что Матушка Земля на грани рождения. Вот еще одна. Здесь у нас созидание в водовороте жизни в утробе. Я просто делюсь с вами, чтобы дать вам понятие, что сознание планеты имеет женский аспект, женскую природу. Начнем хотя бы с этого. Почему мы ее назвали Матушкой Землей? Идея и понимание того, что она собирается дать рождение. Я хочу, чтобы вы поняли, что не только Джордж имеет это знание, что это всеобщее знание. И когда я путешествовал за пределы нашей космической матрицы, я видел жизнь инопланетных существ и остальную жизнь всей Вселенной, которые живут в свободе и взаимопонимании. И они все знают это, разговаривают об этом. Это не новое для них. И они принимают в нем непосредственное участие. Я хочу, чтобы вы почувствовали важность и размах тех событий, о которых я вам сегодня рассказываю. Это прекрасная леди по имени Матушки Земля. Кстати, всегда, когда показывают фото Земли, то вы видите США или американский континент обычно. А на сегодня мы немножко попутешествуем и выбираем Австралию. Спасибо большое. Почему бы и нет? Ози-ози. Почему мы должны быть исключены из картины мира? Кстати, эта страна имеет большую важность и значение, чем другие, но никто не хочет этого признать, понять этот факт. Вот еще изображение. Это изображение со спутника Хаббл, фотография галактики. Я просто хочу, чтобы вы начали размышлять, что вот этот круг состоит из триллионов, умноженных на триллионы, на триллионы звезд. Вот что вы видите здесь. Это прекрасное фото перед нами, потому что оно дает вам представление, потому что все, что я хочу сказать, это расширить ваше сознание, вытащить вас из этой маленькой коробочки, в которой вы ограничились, и давайте дойдем до космического уровня сознания. Давайте смотреть на все с широкой точки зрения. Это как если бы вы не могли бы видеть лес сквозь деревья, находясь на земле. Знаете, такую поговорку, когда вы гуляете по лесу. Очень нелегко понять, куда идти, в каком направлении, но когда вы забираетесь на верхушку дерева и видите весь лес, тогда вы ясно осознаете, кто есть, что есть, что ваша перспектива обзора становится панорамной, все меняется, поэтому очень важно расширить свое сознание до космических масштабов. Это особенно важно. Итак, можете себе представить, это неисчисленное, триллионное количество звезд всего лишь в одной галактике. Представьте, сколько планетарных систем в ней. Только начните осознавать, о каком количестве планетарных систем мы начинаем говорить сейчас в одной единственной системе. Это феноменально. И это удивительно, что в обычной школе вот это простое обсуждение, которое у нас происходит, с вами не имеет места никогда. Что может быть легче иметь в фото галактики и осознавать и прочувствовать, что же это такое? Понять величие жизни и ощутить грандиозность космических масштабов. Вы даже не представляете, какое количество планетарных систем существует там. Триллионы. И сколько там жизни. вы видите эти крошечные спектры везде, эти маленькие точечки, это не звезды, это галактики. И вы смотрите на прямой крошечный участок и вы можете взять его развернуть на 60 градусов, пойти в танцы, например. Поэтому начинайте понимать величие космоса. И потом у вас будет какой-нибудь человек, который считает себя высококвалифицированным, знающим, приходящий с теориями, что мы являемся одинокими во Вселенной. Я хочу сказать, что это и есть самообман. Как только кто-то начинает осознавать грандиозность космоса, мгновенно любой, обладающий хотя бы малейшей логикой и рациональным мышлением, поймет, что ни при каких обстоятельствах мы не можем быть одинокими во Вселенной. Когда люди говорят, Джордж, ты немного не в себе, у тебя крыша поехала, говоришь тут о всяких инопланетянах. Я отвечаю им, что это нормально, они говорят, а ты можешь доказать их существование. Я говорю, это самозаблуждение. И вы должны спросить себя, почему вы считаете себя единственными, откуда у вас эта идея, что вы единственные во Вселенной. это полное сумасшествие. Откуда у вас идея, что мы должны послать научно-исследовательскую станцию на МАС, чтобы доказать возможность наличия хотя бы какой-либо малейшей бактериальной жизни, и это выдвигается на передний план человеческой эволюции. Потому что это ложь и сумасшествие. Потому что на протяжении всей истории и доказательства повсюду, в течение всей истории мы не раз контактировали с инопланетными расами. Повсюду вокруг нас это происходит. Но людям промывают мозги, и наше сознание уменьшается до размера горошина. Поэтому все думают, что мы единственные. Позвольте мне провести аналогию. Нам говорили, что в древние времена люди полагали, что Земля имела плоскую форму. Именно так нас учили, не так ли? Что вы думаете? На самом деле не то, что нам преподавали, но в действительности, кроме тех учений, которые мы знаем, существовала всего лишь небольшая крошечная группа людей, которая жила на территории Европы и которая думала, что Земля плоская. Все остальные знали, что Земля имеет круглую форму. Остальная часть света знали все о инопланетных формах жизни и структуре Солнечной системы. И доказательства этого есть повсюду. Как такое может произойти, что в нашем современном обществе сегодня распространяется идея о том, что Земля была плоская? И все так думали, но это было неправда. Это себе воляши эта малая группа, которая так думала. И им все-таки удалось впустить корни своей лжи по всему миру. И знаете, кому все-таки довелось написать современную историю? Именно им. И вот эта простая аналогия дает вам возможность осознать, каким образом наш разум легко поддается программированию. это удивительно на самом деле, что произошло с человечеством. И когда кто-то, как я, попал в другие миры и говорит, что все, что вы говорите, это противоречит действительности или вещает, как я перед аудиторией, о расширении сознания, о реальном состоянии мира, им это очень не нравится. Но мне это на самом деле доставляет удовольствие. Они могут выходить из себя до конца своих дней, даже до бесконечности, потому что правда всегда останется правдой. Неважно, какое неисчисляемое количество лжецов могут говорить, но наши сердца живы, и они чувствуют, что есть реальное они объявляют во все услышание, и они слышны во всем мире. Много замечательных людей делятся своей мудростью, кстати, в данный момент. Я думаю, что многие из этой аудитории вскоре будут делать то же самое, когда придет время перехода, и это уже происходит. Но когда будет особенно очевидно, вы увидите, как многие из вас окажутся в действии. Это не я говорю, а это мое понимание происходящих событий в мире. Я, конечно, понимаю людей, которые обладают искусством интеллектуального мастерства. Их интеллектуальный мускул не имеет равных по силе. Я уважаю таких людей, и надо дать им должное. Да, есть профессора, которые трут мне нос, если захотят. Я знал даже людей, которые критиковали мое знание греческого языка, например. Но я все делаю просто, доступно, и это благодаря моему воспитанию, моему жизненному опыту. Поэтому если я захочу называть этот предмет туту, и так я его всю свою жизнь называл, я буду называть его туту. Это всего лишь ярлык. Ведь неважно откуда вы, или же вы из Франции, у вас другие буквы, и вы привыкли называть это по-другому, или вы из Англии, Германии, Испании. Вы поймете, и это также касается чисел. Люди говорят, что математика есть универсальный язык, одинаковый для всех. Так ли это на самом деле? Я могу измерить расстояние вдоль сцены здесь миллиметров. Я могу измерить их в сантиметрах, в дюймах, или же в других любых величинах. Но это расстояние всегда будет неизменным. Видите, числа это как язык, и качество является количественным языком. Числа тоже язык, количество, математика это язык, количество, это для тех, кто не любит художественное выражение жизни. нужны твердые факты, они должны грызть цифры, это их природа, это их язык, и ведение жизни через цифры. Но нужно понимать, что цифры это также ярлыки, это реальность. эта вещь всегда останется неизменной, несмотря на то, какие цифры вы к ней применяете. Потому что цифры обозначают количество. Они служат для определения количества. Да, они так работают, и в этом нет ничего неправильного. Но в их парадигме жизни это будет означать конец жизни, что неверно. Потому что я знаю, что жизнь существует за пределами математической составляющей. Это куда все мы движемся. Во всяком случае, я двигаюсь в это направление, а уже вам выбирать, куда вы поедете и пойдете. Потому что я пережил путешествие за пределами математической конструкции в этой жизни. Я знаю, что она существует. Вот еще некоторые фотографии со спутника Хаббл. Космос необыкновенное место. Он огромен и невозможно постичь всего там происходящего. Здесь изображено существо, кстати, заражающее себя и проходящее через становление. Я тут немного возбудился и заговорился, поэтому вернемся к моему рассказу в 2003 год. Потому что все, что делали те существа, которые были со мной, они облегчили тот опыт для меня. Все это было заранее, кстати, предначертано. До моего воплощения они организовали эту встречу в определенный момент в моей жизни. Немного так я вам рассказываю о закулисной жизни. Это не просто какие-то там инопланетяне, которые вдруг сказали, ой, давайте слетаем к Джорджу. Все это было организовано моей галактической семьей до моего появления на этой планете. Вы видите, сейчас моя личность по имени Джордж, но большинство пришло сюда с голубой звезды Сириуса. Не с планеты, которая обращается вокруг звезды, а с самой звезды. На высоком уровне вибрации она выглядит как планета, а здесь мы видим ее как пучок света. Некоторые научные умы, наверное, исходят с ума от этой идеи, но у нас разные составляющие, способ, которым свет выбирает свое выражение в то же другое. Внутри это физико-химический состав и взрывные процессы, через которые она проходит в итоге. На этом уровне мы видим как свет. Почему есть звезды с разным составом, например, газовые, химические элементы различаются. И с нами то же самое, только у нас разная группа крови, разная генетика и так далее. С высоких уровней сознание выразило себя здесь, в нашем измерении. Так, и задача заключалась в том, чтобы поддерживать мое физическое тело в первую очередь, потому что многое выходило из моего тела. все, что является поддержанием нашего существования здесь внутри, будет выходить наружу. Я уже имел опыт путешествия в Астралии и в Эфире, но это было совершенно другое ощущение. Почти все вышло из моего тела, можно было подумать, что ничего не осталось, я умер. Они не использовали технологии. Единственная договоренность, которая была между нами, это использование их жизненной силы. Поэтому я вылетел из тела, я мог летать во вселенную, и я это сделал. Я вышел из тела, и мой брат сказал мне, расслабься, приглядись и привыкни к новым окружающим условиям. Ты давно здесь не был. Немножко забыл, как это бывает. Я так и поступил, и почувствовал это притяжение вселенной. Знаете, что все существует по закону притяжения. Ученые говорят это гравитация. Вот они чешут свои лбы, чтобы понять, что такое гравитация. Это просто закон притяжения. Все мы притянулись к матушке земле. Ваши сущности, как хотите их называйте, притянулись к земле для инкарнации здесь. Вся парадигма откроется, и тогда вы весь мир будете воспринимать с точки зрения гравитации. Вдруг он мне говорит, давай, вперед. Я пуф, взлетел вверх. И во время взлета я увидел всю космическую парадигму. Потом она стала стужаться, сворачиваться, как галактика. Галактики тоже стали сворачиваться в прочный круговорот света. Вся парадигма космическая, которая мы существуем в конечном итоге станет маленькой воронкой света. И один поворот, который случается мгновенно на том уровне сознания, является ионами, умноженными на ионы и ионы времени. Это совершенно невероятно. Потому что обратно проекция, трубите глазами, это погружение в круговорот света, но как только ты попадаешь туда, она расширяется обратно в космическую парадигму. я слетал вверх с измерения Вселенной и долетел до границы Вселенной. Наша Вселенная это конечная среда нашего существования, конечное выражение. Даже само слово Вселенная говорит об этом английском как слово Universe. Uni единственный verse стих, выражение жизни. Я имел этот уникальный контакт с этим существом, которого мы называем как создатель Вселенной и существо, которого люди называют Бог. Самое замечательное, я разговаривал с Богом, на самом деле это каждый может сделать, и в этом нет ничего-то психически ненормального, так как все во Вселенной это делают. Да и тут все эти запрограммированные говорят, о, Джордж, у тебя крыша поехала. Да, я хочу еще раз сказать, я разговаривал с Творцом, с сознанием, которым является та Вселенная, в которой мы живем. И вы лично с Ним тоже связаны, достаточно близко, вся жизнь имеет близкую связь с Ним, и мы все едины. Вы можете называть это Богом, чем хотите, я буду называть это Творцом Вселенной. Это было первое существо, которое мне сказало, Джордж, конечно, это не было словом, скорее какая-то энергия, которая давала понятие, я даю вам представление, провожу аналогии здесь. И наш диалог тоже был не разговором, а энергетическим обменом. Как он сказал, ты существуешь бесконечно, запределами этого уровня существования. Я говорю, класс, мы все проецируем наше сознание за пределы этой Вселенной. Вот что я увидел. Это Вселенная. Я называю это единственная Вселенная. Эта графика была подготовлена специально, мой друг ее сделал, и каждая из этих точек является Вселенной. Это было неповторимый этот момент открытия памяти. Я ничего нового не узнал. Это был процесс воспоминания. И это Вселенная, в которой мы существуем, единственное состоящее из света. Мы всегда слышим выражение «Божий свет», или «Мы наверху у Бога, у Света», это вопрос «Существует ли жизнь за пределами Бога?» Да. Я сам из первых рук это ощутил. Эй, представители церкви, наверное, в шоке. Священник скажет «Как ты смеешь утверждать такое? Бог есть все. Так ли это? Интересно, о каком Боге они говорят? Я вам о нем тоже позже расскажу, потому что я точно знаю, откуда пришли эти «боги» в кавычках. Как я ранее говорил, во время пути вы поднимаетесь над лесом, и вы видите, кто есть, кто, что есть, что. И не помню, конечно, всего в деталях в этом путешествии, потому что когда я вернулся, я был в отключке и долго восстанавливался, но я максимально поделюсь с вами, чем могу. И это на самом деле было волшебством. Я не могу вам навязывать, как поступать, я буду говорить утвердительно, но на самом деле я не оказываю на вас давление, если вы понимаете, о чем я. Но если вы захотите создать связь с вашим Высшим Я и Истинным Я, послушайте то, о чем я буду сейчас говорить. Каждая из этих точек – это вы. Каждая из этих точек есть вы. Каждый человек на планете есть одна из этих точек. Подумайте на минутку об этом. Вы есть Вселенная, и вы тождественны Творцу Вселенной. на том же уровне существования. Все другие Вселенные имеют другой состав и другое выражение. Эта Вселенная состоит из света. Потому что на этом Вселенском уровне мы все находимся вместе. Боги, Творцы, у Вселенных есть тоже свои создатели. У меня своя Вселенная, у вас свои Вселенные, и мы по-своему выражены. потому что состав каждой Вселенной разный. Например, эта Вселенная решила выразить себя тем, что нам известно, как свет. Вау, это клево. Можно мне тоже так попробовать? Я хочу научиться делать то же самое. И мы это делаем, проникаем друг в друга и учимся, как существовать друг с другом. Это удивительный процесс. Мы все Вселенная. Итак, вы берете одну точку и представим, что это наша Вселенная. Каждая из нас посылает свою искру, и мы все собрались в этой Вселенной, чтобы научиться световому составу, чтобы стать Вселенским Творцом Любви и Света. Когда я это обнаружил, повторно я сказал, вот это да. И самое важное, вы не представляете, сколько людей резонируют с этим чувством. Я чувствую сам это. Память оживает в них. Джордж, они говорят, Джордж, это меня делает радостным. Я чувствую. Мы говорим с вами не о мозге или разуме. Это все только сделает больно уму. Это заставит эго бороться. Мы говорим о сердце, об рациональном вашего существа. Это и есть память. И у людей она возвращается. Итак, мы взаимопроникаем и обучаемся выражению света в моделях вселенной друг друга. Я обнаружил, что мы бесконечны. И это еще один магический ключ к жизни. Вы бесконечны. Вы понимаете, о чем я? Ничего не существует за пределами меня. И то же самое ничего не существует за вашими пределами или за вашими. Если вы поймете эту информацию, а я верю, что это произойдет, тогда игра закончена. Больше никто не сможет овладеть и руководить вами. Это означает, что вы плывете по жизни и наблюдаете ее раскрытие, и вы знаете, что вы бесконечны по природе. И вас никто не сможет больше контролировать. Это один из самых важных моментов. Осознать свою настоящую беспредельность. Вечность. Вы всегда существовали раньше и всегда будете жить. Вы не вылетели из какого-то божественного сознания. Мы всегда существовали жизнь бесконечна. Если только вы начнете думать о том, что вы были рождены или отделены от чего-либо, вы сразу же налагаете печать конечного пункта жизни. И сущность, называемая Богом, есть все. Только подумайте на минутку, как было бы одиноко на этом уровне существования быть одному, если бы вы были этим Богом. Разумшляйте об этом немного. Мне говорят, Джордж, мы все являемся Богом, а Бог есть все. Я скажу, это верно. Если вы выбираете использовать для всех вас вместе взятых этот ярлык о вечном и бесконечном существовании, отлично. Но говоря это, скажите, что вы еще понимаете, кроме этого? Потому что люди утверждают, но продолжение разговора понимающих ограниченность и отсутствие сознания. Например, сейчас очень много течений New Age. Мы почитаем Божественное Я. Я расскажу вам об этом. Но все это сводится к чему-то большему, чем просто утверждение. В итоге все приходит к тому, что тебя просят получить энергию от какой-либо сущности извне, которая поможет вам и будет руководить. Нужно смотреть на все панорамно и быть очень осторожным, и не просто бросаться отдельными словами. Это и есть понимание, что вы вечны. Необходимо осознавать, что вы есть больше, чем ваше земное воплощение, но особенно важно знать, что ничего не существует за пределами вашего вечного и бесконечного Я. И это итог моего рассказа. Ничего нет за вами, вы вечны. А вот это на самом деле вызывающе. как сказал один великий человек гулять между мирами. Такая была фраза. Я очень его сейчас понимаю. Это не просто прогулка между мирами, это прогулка между галактиками, а также между измерениями. А теперь вы можете гулять между вселенными. Теперь вы начинаете осознавать важность передаваемой информации на нашем семинаре. Это не просто пустая болтовня, это действительно модель жизни. Вернувшись к единственной вселенной, она является частью всего чего-то еще и так далее, и так далее, бесконечно. И если мы попадем внутрь атома, то то же самое только внутри будет проходить с ним до бесконечности, за пределы и вовнутрь до бесконечности. Нет конца и нет начала. если какая-то сущность заявит, я Бог, я Творец Всего Сущего, когда вы имеете это понимание, вы поставите это под сомнение. этот уровень сознания, на котором мы находимся, является только детским садом, поэтому не стоит его принимать серьезно. И как до скорого ваше сознание взлетит вверх, кто-то будет выдавать себя за Бога, вы будете первыми, кто его разоблачит. Скажете, «О, вы Бог, существующий всегда и везде во всем творении, ты контролируешь все это, ты ответственный за все это». Правда ли это? Потому что ваше сознание будет выше, чем их эго заявляет об их существовании. Скажете ей, друг, ты всего лишь сидишь на вершине четвертого измерения, преодолею его. Потому что именно оттуда они приходят. Я вам объясню об этом. Я объясню это позже. Это то, через что я прошел и познал модель Вселенной. Эту модель я вам показываю. На этой планете есть много моделей подобных. И у разных инопланетных рас существуют разные модели Вселенной, но именно это является универсальной моделью понятной всем расам во Вселенной. Вы слышите о существах из 24 измерения, драконоподобных из 15 существах из 8 измерения. Я вам скажу, что они все отсюда, из 4. Об этом мы тоже подробнее поговорим. мы приходим в эту Вселенную из 9 измерения. Здесь у нас единое сознание Вселенной, там нет никакого разделения, потому что мы проявляемся как свет. Мы находимся во Вселенной, которая состоит из света. свет. Волновая форма, частота, вибрация, вибрация, частота, звук, свет. до тех пор, пока вы состоите из света, он может иметь разные формы, вы имеете вибрацию, частоту и звук. И отсюда появляется дуальность. Когда вы находитесь в верхних слоях Вселенной, верхних измерениях, там все свет. Разные частоты света, но в рамках дуальности здесь у нас. Люди считают, что дуальность существует только на земле, и все, что за пределами гармонии, единства. Версии жизни здесь, в этом участке, именно тут начинается небеса, в пятом измерении. Пятое измерение является самым низким уровнем вибрации небес или рая. Даже вибрации четвертого измерения, где преобладают любовь и свет, такие чудесные по сравнению с нашей реальностью, и когда люди их переживают, они попадают в эту ловушку. Я говорю о свете, который такой тонкий и слабый, но все-таки это свет. лет. Когда попадете, вы вспомните сами, это облегчает жизнь. Я не против стоять тут, объяснять все это. Я не стал бы раскапывать всю эту информацию, обманывать вас. у меня есть семья, у меня есть жена и два сына. Зачем мне терять время здесь и распространять ложь? Я знаю, что это правда есть внутри каждого. Я говорю, не нужно верить каждому моему слову, потому что завеса поднимется очень быстро, и многие уже все это знают. они даже мне пишут письма по электронной почте, и когда завеса пойдет полностью, вы об этом сами узнаете. Здесь нет ничего нового. Вот почему я счастлив здесь перед вами выступать. Рассказывать правду легко. А вот кто лжет, им нужно убедить вас, чтобы вы на самом деле поверили в это. Я могу сказать, мне нравится, вы свободны. берете или нет. Итак, мы входим в эту вселенную на этом уровне, и мы интегрируемся и калибруемся. Вы должны сначала выверить себя с этой реальности, но необходимо акклиматизироваться. Технический термин. Вот что вы делаете в первую очередь. Я присутствую, я предпочитаю термин «моя душа». Многие думают, что душа существует ниже, так как есть разные модели, но именно на этом уровне мы появляемся и сливаемся с творцом этой вселенной. Это является как бы такими яслиями душ. душ. Именно тут у вас есть внутреннее зерно, которое является фракталом всей вселенной. И это место мы называем Центр Христа, Центр Будды, Центр Кришны. Существует много различных названий, и они все тождественны. Центр Христа Софии даже есть такое название. Все они взаимозаменяемы. Это зерно вселенского сознания. И как только мы акклиматизировали здесь, мы спускаемся ниже, и мы начинаем познавать эту вселенную, но мы еще чистая энергия. И когда вы исчерпали всевозможные пути к возвращению, мы спускаемся вниз. И тут мы обращаемся в волновую форму. Это волновое выражение, галактическое сознание, космическое сознание. Я поделюсь с вами, что каждый из вас также является галактикой, и вы вспомните. Я тут вас не программирую, вы вспомните, потому что так обстоят события. Вы все галактики. Существует триллионы, триллионы галактик. Кто есть эти существа? И потом на более низком уровне вы уже облачаетесь в тела, подобные тем, что мы имеем на нашем уровне. И они также выглядят по всей вселенной. Мы начинаем расширяться, и после того, как мы испытали все возможности предыдущего уровня, мы еще спускаемся ниже, и процесс расширения и познания продолжаются. так это выглядит. И все заговорщики всегда посмеиваются над ним, что тоже хорошо. Это поэтому это изображение также присутствует на обложке моего предыдущего, дивиди моей предыдущей презентации «Великая Вселенной» мы начинаем вибрировать, и частота сначала очень высокая, но чем ниже, тем больше мы разделяемся и расширяемся, и фрагментируемся, и волновая форма увеличивается, и становится медленнее, и медленнее, и медленнее. И вот почему на дне, на самых низких уровнях, самая плотная реальность. Волновая форма очень большая, и течет медленно, и она плотная. Вся тема нашей беседы представлена в этой диаграмме. Спискаясь вниз и познавая жизненные модели, все возможности и ситуации как бы испевая жизненную чашу до дна через каждое из представленных измерений, и потом в конце пятого измерения, внизу пятого измерения, мы притормаживаем слегка. Разница между королевством высшего, именно так я назвал, и нижних аспектов вселенной колоссальная. Когда вы проходите через это зеркало, вселенскую мембрану, жизнь приобретает драматический характер. характер, что мы сделали, это как встать тут на самый край сцены, мы тоже встали вместе и подумали, «Так, ты сделаешь для меня то-то в этой планетарной системе, ты сыграешь такую роль в моей жизни, представляете, какова сила сознания организовать это космическое путешествие?» Вы уже знаете очень много о ваших аспектах на этом уровне, когда мы спускаемся ниже, происходит большое разделение, тела, которое мы имеем там наверху имеют единственный энергетический центр, на самом низком уровне присутствует семичакровая система, фрагментация, экспансия. Я был в пятом измерении много раз, и мое тело имело единственный энергетический центр в центре груди. Когда вы спускаетесь на галактический уровень существования семь чакр. Некоторые представители четвертого измерения создали искусственный энергетический центр. центр боди. Но вы можете видеть синтетик боди.